Заходим, заходим, братья и сестры, заходим Принесем жертву угодную Богу, общение Принесем жертву угодную Богу Принесем жертву угодную Богу Принесем жертву угодную Богу Принесем жертву угодную Богу Свою Сыну Святого Духу, ныне в Себе и в веки веков. Аминь. 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 Девушка, брат, иди читай. Ты самый голозавстый, самый говорящий. Я не в голосе сегодня, не в голосе, не в слухе. Да нет, голос у меня, слава Богу. Сегодня у нас было чтение, мы читаем Галатан, 5 глава. Это первый том, мне нужен, наверное, второй том, да может быть даже третий. Наверное, тут Галатан, наверное, здесь, во второй. Дайте там свет на наит. Пятая глава с 22 стиха и по 6 главу Галатан послания после патства, после того, после того, próxima. Второй стих. Начинаем 22-23-й стихи. Плод же духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Толкование блаженного феофилакта. Дела дурные происходят только от нас. Поэтому он и назвал их делами плоти, которые вместе с тем совершаются с усилиями и напряжением. Добрые же дела требуют не только нашей заботливости, но и содействия свыше. Поэтому назвал их плодом духа, так как от нас дается семя, то есть произволение. Но чтобы стать ему плодом, это зависит от Бога. Корень же всех благ он, то есть апостол, полагает, во-первых, в любви, а потом в радости. Ибо любящий всегда радуется, даже и когда переносит зло. Потому что на причиняющего зло он смотрит, как на благодетеля. Но радуется о Боге так, как все для него, то есть для Бога, делает и переносит. И вследствие этого веселится с благой совестью. А от любви и радости он пользуется в мире, миром душевным. Потому что не волнуется помыслами и со всеми посторонними. А если, казалось бы, он и оказывает вражду кому-нибудь, то враждует не против самих людей, а против их порока. Он любит их, как братьев. И эту вражду он проявляет в их пользу, чтобы они исправились. Долготерпение по Писанию, святому Большому Бухописанию, тем, по-видимому, отличается от кротости, что долготерпеливый после долгого размышления, непоспешно, но медленно полагает соответственное наказание на грешника. А кроткий совсем прощает. Как, например, Моисей, простивший Мариан и Аарона, был назван кротким пред всеми живущими на земле. Благость же ничего более общего сравнительно с милосердием. Благ Господь ко всем вообще, но милосердие благодетельствует только достойным. По выражению, благотвори Господи добрым. Псалом 124, 4 стих. И о вере говорит не о простой, но о той, которая двигает горами, которая несомненно верит, что невозможное у людей возможно для Бога. Но выше всего воздержание не от ясв только, но и от всего дурного. Ибо душа, совершающая таковые дела духом святым, не имеет нужды в наставлении закона, будучи сама выше его. Подобно тому, как от природы быстрые кони не нуждаются в биче. И в данном случае он устраняет закон не потому, что он плох, но потому, что он ниже подаваемой святым духом мудрости. 24 стих. «Но те, которые христовы, распяли плоть со страстями и похотями». Толкование блаженного Господи Владка. Как бы на тайный вопрос, кто это так добродетелен, как ты говоришь? Он отвечает. «Те, которые христовы, то есть те, которые составляют удел Христов, распяли плоть, то есть умертвили телесные помыслы. Ибо они не самих себя умиршляли под плотью. Ты разумеешь, не существо плоти, а земные помыслы, так, чтобы не жили в них ни страсть, гнева, ни похотения. Но те и другие были распяты и умиршлены. Или страстями он называет вообще страстные действия. Происходят ли они от гнева или от похоти? Итак, он говорит не только об умиршлении таких действий, но и самих причинных, то есть пожеланиях. 25 стих. «Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны». Дух здесь маленькая буква. «Если, говорит он, такова сила Духа Святаго, то ею и станем жить, и ею довольствоваться. Ибо выражение «по Духу и поступать должны» употреблено вместо «будем довольствоваться силой Духа Святаго, и не станем искать помощи у закона». Галатом 5 глава 26 стих. «Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Этим показывают, что обольстили их, и с тщеславием взялись за это. Обольстители взялись за это. Ибо в этом причина всех зол, вызывая друга на споры распри, подобно тому, как если бы кто-нибудь говорил своему противнику, «Если ты силен, давай померимся с силами, а так как от тщеславия происходит зависть, то он и запрещает ее». Шестая глава, первый стих. Послание апостола полковата. «Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы духовно исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным. Так как многие, полкователь говорит, между ними, думая, сдержать согрешивших, действовали при этом под влиянием собственных страстей, будучи движены к тому любоначалием, то он говорит, если и впадет, то есть увлечен будет силой демонской, вы духовно исправляйте, то есть не наказывайте, а наставляйте в духе кротости. Не сказал кротостью, но в духе, большой буквы, святом кротости, показывает, что это духу, святому угодно, и снисходительное исправление грешников есть дар духовной благодати. Дабы не возгордился исправляющий другого, он предостерегает его, смотри, говорит он, и берегись себя, чтобы и тебе не пасть в то же самое, подвесшись искушению от противника. И выразительно сказал, наблюдая за собою, напоминая тема человеческой слабости. И второй стих, шестой главы. Носите бревена друг друга и таким образом исполните закон Христов. Толкование. Так как, будучи человеком, невозможно быть безгрешным, то он убеждает не относиться строго к грехам ближнего, но переносить их, чтобы потом и его грех мог переносить другой. То есть сообща, все исполняйте, взаимно помогая друг другу. Например, проворный пусть помогает медлительному, а медлительный пусть сдерживает его горячее стремление. И таким образом и первый не совершит при содействии последнего, и последний при содействии первого. Таким-то образом, подавая друг другу руки, вы при взаимной помощи исполняете закон Христов, каждый своим содействием ближнему, восполняя то, чего не достает ему. Да и долг любви требует носить бревена друг друга, потому что в любви заключается исполнение заповедей христовых. Аминь. Аминь. Спасибо, Христос. Ну, о валяющих по традиции мы говорим сегодня, так же, как в предыдущие дни. О валяющих, скажем, что сказать, не было, находится в домах, в состоянии него. Устроили там, сделали специальные помощи подниматься, ну, поднимаются, ходят. На хамунках. Ну, хамунки, да, еще ходунки до хамунков, только так. Вот, но обезборивающие пока не убирают. Наташа беспокоится, вот, долго принимаем обезборивающие, то плохо, я не могу это делать. У пожилых людей вообще, на любых парах, они снижены. Вот. У Надежды есть тоже положительная динамика. Да, но еще достаточно стройный период. Реабилитация очень медленно она выходит из загруженности. Ну, Оля был у меня, Николай, запрет был у меня позавчера и вчера. Вроде как уже даже она вставала на ноги, пытается сама кушать, но пока еще не все получается. Вот, продолжайте молиться, Господи. Валентина, помните, милая, Морисова. Уже молитесь за ними, не плохо себя опять чуть-чуть. Помоги, Господи. Нажимайте, нет. Туня тоже так же ходит с ходунками, тоже стукается туда-сюда. Как Любовь Петровна? Любовь Петровна очень тяжело, потому что сестра сильно болеет. Ей приходится слушать, а она сама-то никакая. Помолитесь, даровала обращение. Ну и как-то периодически, кто может, обещайте. Он хотел позвонить, если бы она подходила, то я звоню, отходит. Я с ней разговаривала вчера. С Любовью Петровной? Да. Она вообще-то, что... Ну, они обе немощи, никто не помогает. Тяжело им. Ну, давайте как-то сестры помогаете. Тяжело. И за лекарствами идти, и за продуктами идти, и социально два раза в неделю будут их хранить. Плохо. Все и сделали сейчас. Социальную помощь-то сделали. Мы раньше же ходили, помогали, а сейчас идем. Ну, то же самое, кто-то там. Кому-то везло, да, те проскочили. Ходили 5-7. С ними нужно находиться всегда. Помощь нужна, как-то все не устроено. Ну, как раз об этом сейчас с Галатом. Да. Один, кто немощный, другой еще ходит, кто помогает. Поскольку помощь находила, там и не звонили, что именно там столько много народу, большая очередь, так что не дожди. Так, еще кого не вспомнили, из болящих. Обраты Валерии, такой, кто-то звонил. Я позвонил ему, он сказал, что опять у него там растыл, попал под дождь. Очередной раз. Я хотел, можно, я хотел спросить, а в магазин там они как-то, как у них, может быть, это можно сделать. Я постоянно вот в городе нахожусь. С утра и потом вечером я. Заезжай к ним. Магазин реально. Нет, 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 заезжай, не надо это. Надо по телефону просто созваниваться, что купить. Я поехал, купил там в аптеке или там что там, какую еду. Приобрели, я прям подъехал, занес и все. А вот это, заехать там, что-то договоры, это нет. Ну, через телефон, конечно. Я тоже не атлет уже. А может быть в решении договориться, что им какие продукты на неделю? Может быть даже по дням можно. И конкретный у них какой-то набор продуктов. Мы заехали вам с Мариной, постоянно заезжаем по магазинам там, 3 раза в неделю. Заехали, им тоже взяли, подъехали, утром, вечером, в любой момент. Постоянно ездим мимо, я не знаю, откуда-то начинаются какие-то вопросы. Это хорошо, конечно, но им помощь нужна. Очень часто. И по уходу, и за всем. Другая не ходит, и другая. По уходу, кто бы сам забыл. Вот мы пришли тогда помыть с поля. Она же кричит только. Там такие крик чуть не матые. И все, она же не дает ничего делать. Ну, это что она еще. Потому что с кем помогать, это очень тяжело. Это все через вопли. Мы целый день через вопли помогали. Окна, мыли, полы, а что? И целый день слушал ребенка. Ну, с ней разговаривают по телефону, она подходит, а та уже начинает там, кто там, что там и так далее. И я звонил, как-то. Срещает. Было это. Ну что, это надо преодолевать. Тем больше награду будет. Я хожу и очень часто хожу. Так, ну и в желтопечащей теме мы должны особенно помолиться, что сегодняшнюю ночью предотвращен был мятеж. И вот я хочу вам почитать из общения во свете Библии. Замечательные слова. И замечательные тем, что это слова священного касания. Что говорите? Любите врагов ваших. Прекрасные слова. Молитесь за обижающих вас. Гоняющих вас. Хормите, поите. Как бы их донести тем, которые сидят под броней. И с автоматами ходят по дорогам. Только и скажут, что слава Богу, хоть гейпарадов нет у нас. Куда человек с такой психологией может дойти, непонятно. 1 Тимофея 6.6. Великое приобретение, быть богочестивым и довольным. Притча 24-21. Бойся, сын мой, Господа и царя, с мятежниками не сожжайся. Притча 29.8. Люди развратно размущают город, а мудрые утешают мятеж. Примудрость 14.25. Всеми же без различия обладает кровь и убийство, хищение и кровавство, растление, горовомство, мятеж, клятва преступления, расхищение имуществ. Мир всем. Хотелось бы напомнить наше правило садужества о свете Библии. Здесь выписка из этих правил. О политических событиях разрешается писать и высказываться только во свете Святой Библии и только верным, крещённым христианам. Запрещается засловить мирские власти, священство, озавлять мятежи. Исход 22.28. 1.8. 2.5.2.10. 1.1.2.2.2. 6.6. Притча 24.21. Притча 29.8. Участвующих в мятежах, митингах, народных волнениях, гражданских противостояниях, даже если их возмущение справедливое, не могут находиться в стане христиан. Правило садужества о свете Библии. Ну и, по-моему, все. Об этом событии я всегда молюсь так, если вы согласны со мной, присоединяйтесь. Господи, не отмени свою удерживающую десницу еще, Господи, да продлится еще хоть какой-то мир на нашей российской земле, Господи. Правильно будет Твоей суды об России, Господи. Господи, умудри правительство на нашей, чтобы принимать мудрые законы. Господи, умудри правительство на нашей, чтобы принимать мудрые законы. Господи, умудри правительства на нашей, чтобы принимать мудрые законы, чтобы принимать мудрые законы. Спасибо. Надежда сегодня утром рассказывает, Надежда Александровна, что всю ночь не спала практически, перед сном все события. Вот уже и Третьяковку эвакуируют, вот, и там мост уже отвели, и все это события, конечно, очень напряженные были. Мы, говорит, встали, помолились, и я, говорит, специально отключила телефон, чтобы никто мне никакой информации не давал уже. И все равно, говорит, просыпалась без конца. А я, говорю, помолился я? Да будет воля Твоя, святая, во всем. Да мы ничего не делаем. Что? Мы можем только просить Тебя, Господи. Да будет воля Твоя, святая, во всем. Слава Тебе. Да, все равно. Вот у Валентины Барышниковой какое-то тяжелое состояние сейчас в жизни с сестрой. И все равно, что-то ее нет, она обижается. Царствие Небесное, есть внутрь вас, ощутите Царствие Небесное, внутрь себя. А обида, это вот самое, что есть сложное, которое необходимо преодолеть каждого сестра. Не обидеться невозможно. Но отходить от этой обиды, пытаться делать это и уповать на Господа, что ты можешь отойти от этого чувства. Только, Маша, в этом случае не дать. Там 1-го числа, я сейчас точно не знаю, 1-го или 2-го они едут. Ну, собираются в один поезд, едут крещаемые. И там из интернет-сотружества, и кто там, гости. Ну, я не знаю, сколько будет человек. Ну, много будет людей. Они едут, я не знаю, ко второму или третьему они приедут уже. Поэтому вот они хотят того, чего мы уже прошли давно. Они хотят это, я тоже. И я тоже присоединяюсь, только не 1-го, а 13-го числа утром. И со мной двое едут, как раз одна оглашенная с Абакана, Любовь, и Владимир, он гость. Он уже 72-й год ему. Ну, нет, со мной все, я не знаю. Ну, можно еще раз. Просто со Францией, с Францией, не я же. Нет, 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 я, вот, двоих договорились. Их же еще надо принимать. Все, они просто так. Поэтому помолитесь, чтобы эти люди ехать далеко, и у Сыркутска, и из деревни, там, в Красноярском крае, на юге, там, где-то из Хакасии, на автобусе сначала, и потом на поезде. Ну, то есть, далеко люди собираются. Ну, это даже хорошо и здорово, что раньше они приедут, они пообщаются между собой. В интернете общение одно, когда вживую общение другое. А я еду делать пирс крещальный, потому что он, как всегда, там сломался. И помолитесь, я что-то не просил раньше сейчас, помолитесь, чтобы Господь дал нам мудрости, как так устроить, чтобы он не ломался-то постоянно. Его всегда корежит, потому что лед-то стоит, а лед тяжелый. И, конечно, там, когда ветер идет, то вот большая льдина, она надавила там на такую палочку. Ясно? Она все равно искривится. Со сваи надо металлические. Ой, стоп, 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 стоп. Все понятно. Помолитесь. Главное помолиться. Сказать или нет. Забейте собой снимать. Из молитвы. Все должно быть под водой, а воду никто не любит. Еще, главное, в этот день я посмотрел, там 19 градусов или 18 будет всего. То есть, там в воде сидеть надо чуть не полдня, а может и больше с этими всеми событиями. Все еще на Виламе на воде писано, прогнозы эти. Ну, в общем, вот так. Вы понимаете, да? Молодец, Господи. 14-го числа будет совет, который будет принимать опять оглашенных. Сколько их будет, я даже не могу. Человек до 10-ти будет. 14-го? 14-го числа. А крещение 15-го? А крещение 15-го? Да, в субботу будет крещение. 16-го будет день деревни, и будет метрополит, скорее всего. Да, то есть, батюшка так интересно сделал, чтобы, он говорит, ну, чтобы новые лица посмотреть. Да, конечно. Дай Бог, чтобы все это... Я так понимаю, что литургия будет, что ли? Ожидается, чтобы... Нет, нет, литургия в субботу будет тоже, чтобы причастить. Ну, как он увидит, может, это подставные лица. Но главное, что это такой праздник, и он поймет, что это праздник. Что он увидит, мы не знаем. Ну, скажут ему, поверят, может. Ну, христиане как не могут. Так. Хорошо. Еще у кого... Если бы на хрещении, вот это, да. Это было бы интересно. И метрополита самого года. А что? Не хрещенный, что ли? Случайно. А, не хрещенный? А, не хрещенный. Поверите. Ну, что, будем завершать? Тогда... Саня. Песнопение, трапеза. На занятия кто остается, поднимите сразу руки, чтобы узнали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. А, ну, ладно, тогда все. А вы что такие сидите? Благочестивые. А, ну, ладно. Ну, ясно. Они даже в глаза не смотрят. На небо. Нет, да, нет. Достойная святого истину, блажите тебя, Богородицу. Господи. Защити Родину нашу от нашествия на племенников, от внутренних расприй, от беззакония, которое встань и останови делающих зло. Просвяти правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы, и всех начальствующих также посвяти и защити. Людей, не познавших тебя, обрати к истине, чтобы божественную любовь коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат тебе, как должно, пусть покавятся в негрежении своем и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, прави досуды твои над Россией за то, что оставили тебя и слово твое, изреченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка жизни, что сокрыли имя твое, Бога и Его. Дух Святой да наставит нас, не признавая никаких иных богов вопия, а воочи. Господи, научи нас семикратно в день прославлять тебя за суды правды твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.